В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Готовность к приему пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, сегодня оценил глава региона Александр Цибульский. Он осмотрел помещения, в которых в случае необходимости будет осуществляться прием пациентов и их лечение. Уже больше месяца у жителей поселка Красное на то, чтобы добраться до окружной столицы, уходит по 2-3 часа, а то и больше. Как оказалось, дело здесь не только в постоянных метелях. В тепличном комбинате «Солнышко» приступили к сбору нового урожая. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники Росгвардии. О буднях гвардейцев расскажем в этом выпуске. Случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Ненинского округа не зарегистрировано. В настоящий момент на самоизоляции находится 119 человек. 53 сняты с изоляции после проведения повторных исследований на наличие коронавируса. Оперативную информацию журналистам в ходе брифинга предоставили руководство профильного департамента и Роспотребнадзора. На сегодняшний день в регионе проведено 284 исследования, 14 из них за последние сутки. Сколько еще жителей находится за пределами Ненинского округа, в частности в странах, отнесенных к опасным по коронавирусу, не выяснено. Известно лишь то, что за последние сутки еще 9 жителей Ненинского округа пересекли границу. Ненинского округа Но учитывая те требования, которые мы получили с Минстрава, не менее 70% коек должно быть обеспечено подводкой кислорода. У нас сегодня это единственное помещение, где помимо главного корпуса есть подводка кислорода. Мы его рассматриваем как резервную. Но еще раз повторюсь, это резервный вариант и сегодня он продолжает работать в штатном режиме. Нет проблемы с медицинским персоналом. Благодаря приостановке работы мобильной бригады, это 12 специалистов, удалось направить врачей на пост, через который проходят все приезжающие из Зимника и в аэропорт. Посту, который установлен на дороге с Зимника, выявлен один с высокой температурой. Сейчас обследуется на дому. И вчера также за день был выявлен один с высокой температурой пациент, который прилетел. Они также обследуются на дому. Еще одна из мер, принятых в Ненецком округе, для нераспространения инфекции – внесение изменений в постановление губернатора об особом режиме. После их принятия приостановить свою работу должны будут частные организации дополнительного образования, фитнес-центры, организации общепита, которым будет предложено перейти на режим работы по доставке пищи на дом. Также по возможности не надо посещать общественные бани. Учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме, но без проведения диспансеризации и профосмотров. Также будут прекращены любые виды стоматологической помощи, кроме экстренной. В целом, отмечают в Роспотребнадзоре, активность и времяпровождение необходимо максимально снизить. Следующая неделя, объявленная нерабочей, подразумевает режим изоляции. Эта мера сейчас вводится для того, чтобы наши граждане как можно меньше посещали места массового пользования, выходили из своего дома, то есть в том числе даже ходили на работу. То есть это время, когда наши граждане должны находиться дома, максимально находиться дома. И вот эти каникулы, они должны расцениваться именно так, потому что уже начались звонки, даже наши граждане спрашивают, а могу ли я выехать в другой субъект Российской Федерации. Мы им отвечаем, нет, вы не можете выезжать в другой субъект, потому что эти каникулы предназначены для того, чтобы вы находились действительно дома и максимально не выходили за пределы своей квартиры. Это относится и к прогулкам. По возможности лучше устраивать воздушные ванны, проветривая квартиры. Услугами по доставке продуктов или выноса мусора можно воспользоваться, обратясь в волонтерский центр. Это, отметил руководитель департамента здравоохранения Сергей Сверидов, относится не только к самоизолированным. Мария Даник, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Готовность к приему пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, окружным противотуберкулезным диспансером, сегодня оценил глава региона Александр Цибульский. Он осмотрел помещения, в которых в случае необходимости будет осуществляться прием пациентов, их лечение, а также оценил условия, созданные для персонала. Для приема пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией отведено детское отделение противотуберкулезного диспансера. Оно прошло необходимую обработку. На первом этаже будет осуществляться прием пациентов и организована доставка еды для пациентов и персонала. Они будут доставлять ее сюда в контейнерах, в своих термосах, в одноразовую посуду загружать и уезжать. Все, это чистая зона. Второй этаж поделен на две части. Одна для 12 пациентов с обеспечением всем необходимым. В ближайшее время отделение получит один кислородный концентрат. Вторая часть отведена для персонала. После осмотра отделения глава региона отметил, что округ в целом готов. Мы организовали систему контроля на въезде в город из страны автозимника и в аэропорту. Поэтому я очень надеюсь, что, может быть, мы в силу нашей специфики и тех мер, которые были приняты, и не заполним эти палаты. Но, тем не менее, вы сейчас видели, что к приему больных мы готовы. Мы, соответствующим образом, перегруппировались, переформатировали нашу работу. Ну, мне кажется, что основные требования, которые предъявляются выполнять. Сейчас будут доделаны некоторые вещи, связанные с поставкой автономных кислородных систем. И тогда мы будем готовы даже, не дай бог, к появлению тяжелых болей. Всегда на страже. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Войска правопорядка охраняют в спокойстве жители северной столицы и готовы в любую минуту прийти им на помощь. А тех, кто охраняет наш покой, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Виктор Муратов считается одним из лучших водителей групп задержания. На службу войска молодой человек пришел сразу после армии. Каждый день мы выступаем на службу в составе наряда группы задержания. И охраняем объекты, обеспечиваем защиту имущества граждан. В войсках Национальной гвардии Российской Федерации несут службу и представительницы прекрасной половины человечества. Анастасия Машкова решила стать юристом и поступила в институт в городе Пермь. После окончания учебы Анастасия вернулась в родной город и решила связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Изначально я пришла на службу во вневедомственную охрану. Там проработала год гражданским юристом. После получила специальное звание полиции и уже начала служить в Росгвардии аттестованным сотрудником. В мои обязанности входит правовое информирование граждан, касающиеся их административной ответственности, связанной с владением имя оружия. С начала года группы задержания Росгвардии осуществили 178 выездов на тревожные сообщения сохраняемых объектов. И 254 выезда на помощь гражданам, обратившимся в дежурную часть полиции. Пресекли 137 административных правонарушений и оказали содействие в раскрытии трех преступлений. Сегодня сотрудники Росгвардии принимают поздравления в свой адрес от руководства ведомства, а также от президента России Владимира Путина. Желаю военнослужащим и сотрудникам Росгвардии успехов в службе, благополучия и всего самого доброго вашим родным и близким. Еще раз с праздником. Дополнительные меры поддержки за счет средств регионального бюджета распространяются на всех студентов-целевиков, независимо от направления обучения. Соответствующие поправки в окружной закон об образовании приняты на минувшей сессии регионального парламента. Предполагается, что воспользоваться поддержкой можно будет уже с нового учебного года. На комиссии, на комитетах и на площадке собрания, на палате законодательных предложений мы обсуждали этот вопрос. Действительно, мы нуждаемся в данных категориях граждан-отраслевиках, которые на сегодняшний день учатся в учебном заведении и будут поступать. Уже больше месяца у жителей поселка Красное на то, чтобы добраться до окружной столицы уходит по 2-3 часа, а то и больше. Как оказалось, дело здесь не только в постоянных метелях. Почему на дороге в Красное не производится качественная уборка снега? Расскажет Александр Литков. Задача дорожных служб – обеспечивать качественный и безопасный проезд из пункта А в пункт Б. Из года в год содержанием дороги на Ренмар-Красное занимается Наренмар-Дор-Ремстрой. Однако уже два месяца дорожники не могут выпускать всю технику для расчистки от снега данного участка дороги. Эта дорога многострадальная. Что она вообще проезжая хорошо. Мы, может быть, готовы организовать в особо критических случаях, скажем, караван машин. Собрались, шнекоротор впереди встал, провел туда, провел обратно. Это большое но. Если мы сейчас нам запретили, сначала запретили волокуши, теперь запретили то, чем у нас есть разрешение на волокуши, но нет транспорта, которым их можно теперь перемещать. В следующий раз грейдер запретят, потому что он тоже негабаритный, шнекоротор. Ну, я не знаю. Граждане, конечно же, скажут, что это мы во всем виноваты. Как оказалось, недопонимание между предприятием и госавтоинспекцией возникло еще в конце декабря прошлого года, когда произошло ДТП с участием грейдера. В свою очередь руководство предприятия уверяет, все нормы были соблюдены. Но девушка-водитель не заметила гитару и наехала на нее, а после стала жаловаться на дорожников во все инстанции. Активно штрафы начались с нас взимать, начиная с февраля месяца. Тогда мы проблему начали решать. Решали ее, значит, выдача разрешения на перевозку негабаритного груза. Тогда претензии были к волокушам-гладилкам. Сейчас претензии привляются к отвалам дорожной техники. Специальное разрешение выдается профильным департаментом в соответствии с федеральным законом номер 257 об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на крупногабаритные транспортные средства. Выдается оно на 10 поездок, после чего нужно оформлять новое. После этого мы прекратили все такого рода деятельность до выяснения. В итоге, в конечном, после долгих совещаний, принято было решение, против которого я был, если честно, получить все-таки эти разрешения. Пускай это будет как-то криво, лишь бы получить. И в дальнейшем ГИБДД нам не будет препятствовать. Но как только мы их получили, получились новые требования. Теперь у них нож не такой. Отправили без ножа трактор. Трактор не такой. Я не знаю, как к этому относиться. И все-таки нужно отдать должное дорожным рабочим, которые, несмотря на постоянные метели и порой нулевую видимость, выезжают на расчистку дороги, обеспечивая хоть какой-то проезд, при этом попутно доставая из сугробов застрявшие автомобили. Сейчас Наринмар-Дориемстрой работает на участке в две смены, а в ближайшие дни планируют пересмотреть график работы снегоуборочной техники. А пока проехать по дороге не могут даже многотонные КАМАЗы. Местные магазины в эти дни пополняют свои полки свежими огурцами комбината «Солнышко». Первые 405 килограммов тепличных растений собрали 25 марта. Сегодня сбор второго урожая. Выдерживать конкуренцию с привозными овощами предприятию позволяет правильный селекционный выбор. Он, по словам руководителей, более стойкий к заболеваниям корневой системы и теневыносливый. В этом убедилась наша съемочная группа. В этом году тепличный комбинат «Солнышко» высадил голландский сорт огурцов под названием «Магура». Он обладает отличными вкусовыми качествами и хорошо зарекомендовал себя в наших непростых северных условиях. Кроме «Магуры» в двух теплицах выращивают еще два сорта огурцов. Это «Миамара» и «Кибрей». Площадь, которую занимают овощи, составляет более 2000 квадратных метров. Всего в этом году сотрудники тепличного комбината высадили около 5000 растений. Мы довольны, что неплохой урожай на первый день – 405 килограммов. В принципе, неплохо для первого дня. А в дальнейшем надеюсь, что все будет гораздо лучше. Там пойдут моменты, когда будут и тонны, и до двух тонн в день. Ну, это такие пиковые. Уже будем ждать дни. Это май, июнь – самые пиковые. До какого проклятся у вас год? По сентябрь включительно. Традиционно на гидропонных системах предприятия подготовлен резервный запас рассады огурцов для оперативной замены в случае, если часть растений в теплицах не приживется. Кроме огурцов, на предприятии выращивают более 10 видов зелени. Мы с вами находимся в отделении гидропонной установки. На 44 столах мы выращиваем и рассаду овощей, которые потом переносятся в теплицы для дальнейшего выращивания. Здесь мы выращиваем зеленые культуры, порядка 13 наименований. На этих же столах мы выращиваем рассаду овощей для населения. По словам Галины Федоровны, для нужд населения они выращивают до 2000 кустов. В этом году тепличный комбинат расширил ассортимент. Сейчас в продаже болгарский перец и баклажан есть и необычные растения. Это вот новая культура мангольд. Или черешковая свекла. Видите, красный такой стебелечек у него. Полезный тоже овощ. Его используют и для приготовления супов, и даже в салаты. Кстати, хорошо стали брать у нас в мангольд кафе, рестораны. Продукция пользуется спросом у нас? Ну, мониторили, конечно, по городу. Мы уже знаем, что мы в прошлом году вырастили на 12 тысяч упаковок больше продали. Значит, спросом пользуются. Продукция тепличного комбината «Солнышко» экологически чистая. При ее выращивании не используют химии. Подкармливают растения минеральными удобрениями, а также используют биологические средства защиты. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукейч, телеканал «Север». Сегодня отмечается Всемирный день театра. Этот праздник не только профессионального сообщества, но и миллионов поклонников творчества служителей «Мельпомены». Несмотря на то, что в Нинецком округе нет профессиональных театров, зато есть любительские и народные. Многие из них уже успели получить всероссийское признание. О победах на сцене расскажет Любовь Пермякова. Этнопривлекательность постановки так охарактеризует выступление театрального коллектива «Иллипс» члены жюри Всероссийского фестиваля конкурса традиционной культуры «Фолькфорум-2020», который прошел с 15 по 18 марта в городе Сочи. Это фестиваль традиционной культуры, где мы стали призерами, лауреатами первой степени в номинации «Фольклорный театр». Было в этом конкурсе, фестивале, принимало участие артисты из более 10 регионов. Ну, конечно же, для нас это было неожиданным. За фольклорно-обрядовое представление, придание тундры, отдельным дипломом был награжден и режиссер коллектива Сергей Никулин. Его наградили за талант, непревзойденное мастерство и успешную работу. Напомню, Ненецкий самодеятельный театр «Иллипс» был создан в 1996 году. Коллектив ведет активную деятельность по возрождению, сохранению и развитию самобытной ненецкой культуры и языка народа. Еще один коллектив, который тоже является гордостью региона и визитной карточкой Ненецкого аграрно-экономического техникума – студенческий театр «Улыбка». «Какое безобразие! На кухне грязь! Посуда не помыта! Посетителей нет! Шмар! Прослуда вся избаловалась! Ну, ничего, я прискруню и начну с этого старого бездельника! Где же он? Господин великан, вот вы где? А я вас искала!» В 2014 году театру было присвоено звание «Народный». Богатому репертуару «Улыбки» позавидовал бы и столичный театр. Десятки классических произведений отечественных и зарубежных авторов – Шиллера, Мольера, Тефи, Чехова, Толстого, Пушкина, Гоголя, Акунина и Булгакова. Есть в творческом списке музыкальные спектакли, в которых студенты сами исполняют основные и, кстати, не самые простые арии. Каждый год трупа радует новыми постановками. И всегда в зале полный аншлаг. Руководить театром на протяжении нескольких лет талантливейший педагог Наталья Могольницкая. Ежегодно в течение учебного года в труппе театра занято более 20 студентов в возрасте от 16 до 24 лет. Я вот скажу, что наши ребята, видимо, от того, что этот театр есть, слава богу, и они видят, вот как работают их старшие товарищи, у нас нет такой проблемы затащить. Во-первых, те, кто хотят, они сами идут. И от того, что они сами сделали этот выбор, их не нужно принуждать. Они с удовольствием занимаются этим видом творчества. Они себя находят, раскрывают. Им это нравится. И потом, мне кажется, очень важно, какой материал ты выбираешь для постановки. А мы стараемся выбирать классику. Актерами театра являются не только студенты, но и преподаватели. Причем разного возраста. От 27 до 60. С каждым годом желающих окунуться в творчество вместе с театром «Улыбка» становится больше. Ведь более чем за 20 лет своего существования он смог обрести преданных поклонников. Любовь Пельмякова, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Традиционно в последнюю субботу марта вот уже 12 лет проходит самая массовая экологическая акция «Час земли». По задумке Всемирного фонда защиты природы в этот день 2 миллиарда человек по всему миру выключает свет на один час. В знак неравнодушия к будущему планеты. В России акция начнется с 20.30 до 21.30 по московскому времени. Акция родилась в Австралии в 2007 году. Впоследствии опыт применили во всех национальных офисах Всемирного фонда защиты животных и стали проводить акцию ежегодно. Смысл всей акции на самом деле не в том, чтобы в этот час вырубить электричество, а в том, чтобы привлечь внимание всех людей, которые проживают во всем мире, к вопросу ресурсосбережения, энергоэффективности, к вопросам решения каких-то глобальных экологических проблем, таких как изменение климата, влияние человека антропогенное, воздействие на природные экосистемы, и в том числе на изменение климата, ну и на сохранение биологического разнообразия. Это одна из актуальных проблем. В нашей стране час Земли пройдет с 20.30 до 21.30 по московскому времени. Организаторы акции предлагают не просто отказаться от электричества на 60 минут, а провести это время с пользой. Либо при запросмотре какого-нибудь полезного экологического фильма, либо вы своим детям можете рассказать про энергоэффективность, про ресурсосбережения, либо вы можете сделать, допустим, сортировку мусора своего домашнего со своими детьми. То есть какое-то полезное дело, которое было бы направлено на привлечение внимания всех членов вашей семьи в этот день. Последнее время в акции стали принимать участие и крупные предприятия и организации. Так в Нарьинмаре традиционно отключают подсветку Дворец культуры Арктика, городская и окружная администрации. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.